Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, с самого начала, с самого утра Я з вами знайома дуже давно, вперше вас побачила, коли вас нагороджували премії «Людина року» Я вас вітаю І з того часу ми з вами друзі в Фейсбуці, я слідкую за вами, ось саме заговорили про спорт Скільки вже скинули? Ви активно десь років три так займаєтесь спортом? Ну, я скажу точно, я всегда в спорте был, но у меня был разрив, в этом разриве я набрал очень хорошо, набрал практически 30 чем-то килограмм Ого! Вот, да, но я сделал такую сенсацию, я скинул за три месяца 45 килограмм Это было два года назад, и вот до сих пор держусь 45 килограмм, ничего себе? За три месяца это только диета и спорт, хороший спорт То, что многие не могли бы верить, потому что многие люди предпочитают какие-то препараты Ви перестали ходить в свои рестораны? Ну, слушайте, ну тоже хорошее настроение, тоже играет большую роль вообще в целом для организма Еще до ресторанов, я, до речи, вчора прочитала на вашей сторинці, что вы вашою командою Эль Кафа Групп активно готуетеся до локдауну и плануете робити ребрейдинг Поділіться, что за ребрейдинг и как готуетесь? Смотрите, локдаун, конечно, принес очень тяжелое наследство Это многих обязательств, которые мы должны, естественно, как компания с 23 лет опыта нельзя отвернуться спиной Поэтому мы должны уже предвидеть, что будет в ближайшее будущее Не хочется жить в сюрпризах Поэтому слухи разные, разные информации Возможно, будет опять же локдаун, может быть, это частично Поэтому мы не хотим, чтобы такие моменты повторялись Мы готовимся, если не дай Бог, что-то, чтобы мы были готовы Как будем работать на доставку, на самовынос Как будем, опять же, рассчитываться с тех обязаций Потому что вы сами понимаете, я об этом хочу озвучить в очередной раз Закрытие ресторана и его открытие Это большие затраты принесут за собой Поэтому хочется, чтобы это было оптимально И с пониманием со всеми участниками Начиная от сотрудников, заканчивая с контрагентом А много закрылся ресторанов под час локдауна? Мои рестораны? Ну, я вам скажу, что с самого начала локдауна уже полтора года И я думаю, что это окончательно у нас 14 ресторанов закрылись А всего сколько по Украине? Ну, у нас было 61 ресторанов 61 ресторан? Да, 61 ресторан И мы шли вообще вверх, уже очень хорошо себя чувствовали Но сейчас, естественно, как бы минус 14 Поэтому все рестораны, которые до сегодняшнего дня работают Это те рестораны, где мы достигли понимания с нашим арендодателем Некоторые рестораны в нашей собственности И все рестораны, они приносят плоды Да, не так, как раньше было Но поэтому я хочу говорить про ребрендинг и про рестайлинг Мы приняли ряд таких решений Как закрытых некоторых ресторанов, так и открытых некоторых ресторанов Потому что мы открыли последние вот три месяца Мы открыли два ресторана, они очень успешно сейчас работают И мы приняли решение тех ресторанов, которые Витаю Спасибо большое Те рестораны, которые работают давно Мы понимаем, что этот удар их принес ущерб вообще по их деятельности Поэтому мы делим сейчас ребрендинг В некоторых ресторанах мы меняем полностью бренд И некоторые рестораны, которые успешные, но они меньше ставят И мы делим рестайлинг А инший бренд это значит что будет? И инша совсем назва, инша кухня, или что это будет? Ну вы, может быть, знаете, у нас восемь брендов, которые развиваются активно Может быть, один на другой меняем Чайхана Чайхана Базар, Чайхана Голд Так же сейчас будет новая Чайхана Новая совсем будет Эль Кафа Кафе Заходи Дорогое, это грузинская кухня Сильву де Италия Жас Бир Бар Лай Кантин Ой, я не у всех была в ваших закладах Да И Людвиг Кинг Тоже у нас там В парке, да Поэтому вот разные бренды Вот меняем Мы там У нас как девиз Мы там, где хотите нас видеть Поэтому Возможно, в этом месте, например, караоке уже стало не работать Нужен семейный ресторан Мы ставим семейный ресторан Вот как пятак в таком ракурсе И слава богу Ситуация с локдауном нас многое научила Еще более гибким Вот поэтому идем Своим Своим планом Я знаю, что Эль Кафа Групп Это международный бренд И рестораны вы маете не лише в Украине, а за кордоном В каких краинах есть ваши рестораны? Наши рестораны находятся в разных странах У нас в Казахстане, в Беларуси, в Грузии, в Венгрии, в Польше и в Дубае Также откуда я родом из Дамаска Там тоже в Дамаске есть рестораны Есть рестораны, которые под Эль Кафа Групп Есть рестораны, которые под менеджментом Они как бы у нас в управлении 22 лет назад вы открыли свой первый ресторан, который назывался Кафа Нет, первый ресторан у меня назывался Релакс А, Релакс Интернет-кафе Это было в 1998 году Открыли первый интернет-кафе Это была сенсация Я помню, это было очень модно интернет-кафе Это компьютерные клубы, да? Да, да И даже я вам скажу, я открыл интернет-кафе Я не знал, что такое интернет 22 года назад Это была вообще сенсация Что это такое? Вот открыли И это воспользовало большой спрос И потихоньку оно превратилось в кафе Потому что интернет начал появляться свободно везде И вот она воспользовала большой спрос И вот это заведение, кстати, до сегодняшнего дня работает Где это находится? На Чоколовском бульваре Это сломенский? Нет, это площадка космонавта Да, она работает до сегодняшнего дня Но, конечно, там был ребрендинг два раза Сейчас она называется Just Peer Bar Она входит в сетки певних ресторанов наших Just Peer Bar Ну, вот вы говорите, что первый ресторан, кафе, было интернет-кафе Но там была кава лише, не было ежи Чи что там было? Там было кофе и напитки в одноразовом стакане Так, а поделись, как потом развивался ваш бизнес? Вы знаете, вот мы всегда Чему сам ресторан? Вот почему ресторан? Потому что я вот сам из Востока И очень люблю дружбу, друзья, застолье Поэтому мне нужно было место, где я буду встречать своих друзей У меня был совсем другой бизнес в то время Вот я хотел как визитную карту, чтобы я могу встретить друзей И мне бы советовали открыть… Совсем иншицаякий? А? Совсем иншицаякий бизнес в той час? Какой другой был? Да Я занимался импортом и экспортом Потому что я вообще в Украине уже 30 лет Так В 90-м году приехал как студент И вот когда, скажем так, была пристройка И союз уже не стал И все бегали там кто куда А я занимался коммерцией сразу Как бы еще в те годы И еще продавали? Да, но я импорт и экспорт То есть продукты питания продавал Покупал на экспорт Ну так как бы было Классно Ну я знаю, что вы ж при… Ну вперше вы приехали до Украины Потрапили… Ви навчалися тут, так? Училися Вчилися Да, да, я учился, да, конечно А вы медик за освитою? Да, первое мое образование, высшее образование Это я стоматолог сам Угу И працювали за профессией? Не, не работали Не, не працювали, ни дня? Я был учил, ехал к себе домой в то время Это было в 94-м, 95-м Я работал 9 месяцев Понял, что это не мое С самого начала это не мое было А кто хотев? Это желание родителей Ага Надо было их следовать У них было две желания Чтобы я был медиком И чтобы я выступил в международных отношениях Мой отец был политик Чиновником был И он очень хотел, чтобы я вот Тоже учился на международных отношениях Поэтому выступал Вот, кстати, два года назад закончил Вот я юрист Ага, еще юрист за освитою Да, да, ну это очень понадобится в жизни Поэтому, знаете, как с возрастом ты понимаешь, что это все не зря Так, вот саме про батьки, про родину мы поговорим трешки позже Хочется вернуться до нашей разговоры Тобто, до первого кафе у вас был свой бизнес Ви занимались экспортом Импорт-экспорт Импорт-экспорт А потом открыли на эти деньги первое интернет-кафе Да, ну знаете, вы царе не спрашивали на эти деньги Так Как раньше было Ну вот в зал помещения Сколько там аренды были, они такие большие Все началось, извините, я вот говорю, с одноразовым стаканом Там три биллиардных столов Вот так как оно все началось Вот с душой все началось А потом оно начало развиваться Так, но не у каждого может так начаться, как у вас Украинцы, которые здесь живут, не могут открыть бизнес Они только лежат на диване и хотят себе открыть А как вам удалось В то время, когда вы приехали сюда Вы же, я так понимаю, не очень хорошо знали Российскую мову, украинскую мову Вы уже с часом ее вивчали Ну я вам скажу, что наша история, как бы, с нашим любимым Киевом Это началось в 63-м году Мой дядя тут учился, потом и братья учились тут То есть это не просто так, да, было дружно между нашим странами Между Советским Союзом и Ближнего Востока Так и тут оказался У меня не было другого представления, чтобы я тут не оказался Вообще я родился в Софии, в Болгарии В Болгарии У него была диссертация, докторантура Я там родился, жил там 6 лет А потом до первого класса А потом уехал в Дамасск Жил там до 16 лет А потом в 16 лет приехал в Киев Вот и меня приняли все У меня тут родни очень много То у вас уже тут было очень много родителей Конечно Поэтому, вот когда мне спрашивают, почему Я затрудняюсь отвечать Вот так оно, судьба, как бы, срождение А вы сказали, что люди В одном из интервью Вы сказали, что люди, которые работают в компании Элькафа Групп Вже понад 22 лет с вами Да Это ваши родители? Кто эти люди? Нет, абсолютно Это уже мои родные люди Потому что мы уже 22 года вместе Это люди, с которыми я встречался 22 года назад 20 лет 15 3 5 8 лет Но я этим горжусь, потому что Это о чем-то говорит Естественно, сейчас во время нокдауна Еще это подтверждалось больше Некоторых из них Не из этих Некоторых, которые в команде Знаете, когда мы говорим команда Команда же большая Вот мы говорим, что все одинаковые Понятно, отличаются уже В одни Как вы мне спрашивали Из тех, которые На сегодняшний день просто Работают Из-за какой-то выгоды И так далее Вот Поэтому Да Команда Сегодняшний день могу говорить твердо Что Команда в целом есть Естественно Некоторых людей Не стало Но у некоторых людей Опять же прибавилось Но костяк есть Костяк есть Я им очень горжусь И мне комфортно с ними И им, наверное, комфортно со мной Спасибо им, что Терпели мои нервы Во время нокдауна А еще было не так А все было не так Все было не так Вы понимаете, им империи Вы какой керевник? Какой вы керевник? Лучше их спросить Но я думаю, что Я вот то, что сходится с меня снутри Я думаю, что Я отношусь к каждому Как к моему действительно родственнику И вот меня спросили Почему многие люди Не могут это сделать Потому что, наверное, у них нет Такой бонадобности Мама, папа рядом А у меня ни папа, ни мама были рядом И я должен был доказать себя и работать У меня было другого выхода нет Поэтому я работал Я пытался реализовать себя как мужчина И слава Богу Все как бы Я знаю, что ваша дружина Финансовый директор у вас в компании Операционный директор Ага Ага Я была финансовая Уже поднялась на операционную Ага Взагалі в той час, коли Ви розпочинали свій бізнес Это еще были 90-ти роки Я знаю, что многим было нелегко И там в подальшем Приходили рейдеры, которые Отжимали бізнес Резные акулы бізнесу Как взагалі Как взагалі У вас было Были такие проблемы Чи нет? Были у нас такие вопросы Естественно Мы прошли Хотелось бы не проходить Были многие подставы Не многие А их вот Можно их считать даже в интернете Да Были такие вопросы Которые обвиняли Приклеили И так далее Но знаете Самый главный капитал Который человек Меет Это его репутация Вот репутация победила Все-таки И тем, что Мы не на сегодняшний день Живем Мы живем на завтрашний день И мы всегда открытие Поэтому Как бы правда Истина была с нашей стороне Были такие вопросы У нас Было прямо на крещатых ресторан Очень хорошо В нем вложились Он был по другому адресу Приклеили нам чужой адрес И сказали, что мы там открылись Там где нельзя И так далее В этом ресторан забрали Ну и никому не было Конечно, у меня ресторан попал Но я Моя репутация поднялась Потому что Это был Большой обман Сплошной А эти люди Им бог судья И Законодательство Конечно Нам дало наше право На каком уровне Зараз Ресторанный бизнес в Украине На вашу думку Поревняно с Их Потому что у вас ресторанный бизнес не лише в Украине. Вам скажу, что наш гост, он очень требовательный. Поэтому не дают расслабиться рестораторам. Постоянно что-то новое надо делать постоянно. Знаете, я всегда, вот есть такие места в Европе, где я посещаю. Такие, ну ничего. Вот мне нравится, они душевные, там семьи работают, приватные они такие. Им 100 лет, чтобы 10 лет. А почему такого мы не встречаем? Потому что тут наш гост очень требовательный. То есть для того, чтобы существовать и работать, нужно не расслабляться и всегда давать что-то новое. Наши старые бизнесы тут развиваются. Я сам недавно сделал такую экскурсию в Украине. Что нового открыл. Потому что во время нокдауных, мы все были закрыты. Нельзя никуда и так далее. И посмотрел, да, есть новые концепции, которые открываются. Очень интересные. Это не дает расслабиться, это дает толщок. Я всегда говорю, честная конкуренция дает толщок вперед. И развитие даст. Поэтому место хорошее у нас. И честно, наши концепции, которые выявляются, они очень конкурентоспособны во всем мире. А вы говорите, что наши гости очень вимогливые. А европейцы? Не так. Вот согласитесь. Вот вы едете в Европу. Вот смотрите, на дизайн никто не тратится. Ну, есть такое так. На меню, на это, даже обслуживание. Ну, чекайте, у вас в Дубае еще ресторан? Там же все люкс-лакшери. Не, ну, там люкс-лакшери, это люкс-лакшери. Но, мне кажется, большинство людей, которые там... Есть часть элита, но есть 80%. Идут за кухней. Вот я говорю, есть люди, которые именно ищут кухни. Вот я смотрю, мой близкий друг, он очень такой популярный рестратор из Турции. Сам родом тоже из Ирии, из Дамаска. Он там открылся в Дубай сейчас. Он очень хорошо в его ресторане. Но он не лакшери. Очередь, очередь, живая очередь. У него... Ну, кухня, самое главное кухня, чтобы она хорошо там себе зарекомендовала. Естественно, опять же, менталитет и мода кухни. То есть, где что идет? Если мы говорим о морепродукте, например, да? Там, в тех регионах, они так и будут работать, как вот тут. Ну, вот как бы... Где и какой регион, что больше популярно. Окрім ресторанного бизнеса, у вас еще какой-то бизнес есть? Я занимаюсь различным видом бизнеса, которые связаны с обслуживанием. То есть, это в сфере гостиничного хозяйства, недвижимости, такие как спортклубы и так далее. То есть, ну, можем потом об этом поговорить. Да, есть такое. Но основной мой бизнес – это ресторан, конечно. Я этим живу, мне это нравится, это мне больше. Вот хочется поговорить про вашу родину. Вы народились в Болгарии. Розкажите, кто ваши батьки? Мой папа был доктор наук. Вот. Моя мама тоже. И они... Вот почему в Болгарии? Они... Мама, папа сами родом из Сирии. И они поехали в Болгарии тоже продолжать учебу. И я там был учился. Вот. И мы там жили. И после этого мы поехали, как бы, в Дамаск. Я вам рассказывал. Вот там жил я десять лет и сюда приехал. Мой отец был, как бы, почему мне всегда спать, почему приехал. Всегда было дружно, я говорю, в Украине там Сирии. И он был, работал на государственном уровне, чиновником был. И вот нас пригласили, не пригласили. Всегда так приглашали детей и чиновников сюда учиться. Как бы, был обмен какой-то. Часто приезжают батьки сюда, до Украины? Отец сейчас не стал, он часто раньше приезжал. У мамы есть уже гражданство, конечно, приезжают к ней, да, часто. Вот. Ну, часто, ну, как говорить часто, ну, в году раз-два, вот так. Знаете, тоже с возрастом, возраст играет роль тоже. Хочется дома сидеть спокойно и так далее. Я часто к ней уже начинаю ездить. Какая ваша улюблена страва? Блюдо? Вот я скажу, закуска какая самая любимая. А, ну? Я люблю хумус. Хумус? Да, я хумус-мейн. То, что тренер запрещает в последнее время. Боя калорийная еда хумус. Ну, она едет в Азии и так далее там, да. Калорийная, да. Она заменяет мясо. Багато рестораторів, власників своих ресторанів, особливо я знаю это за кордоном, они любят готувати на кухню, на кухне какие-то стравы и выносите своим гостям самим. Ви так робите в своих ресторанах? Я это люблю. Естественно, мне кажется, что любишь больше всего делать. Это то, что я люблю кушать, я сказал. А то, что люблю делать, конечно, это шашлыки. Разные виды. Мне это очень нравится. Заставляет большое удовольствие. Это, вот, мне кажется, это блюдо, шашлыки, оно крепает дух. Вот, крепает даже отношения с друзьями. Компании, когда собираются и на природе, и в ресторане. Чувствуешь себя на отдыхе, да. Независимо, где находишься. Про что вы мрієте? Что я мечтаю? Угу. Я мечтаю, чтобы был мир и спокойствие, и стабильность. Там, где мы можем влашать свои творчества и развитие. Это самое главное. Чтобы мы жили в каком-то спокойствии. Чтобы не был этот турбулент, который бывал в последнее время. Поделиться своим секретом успеха для наших слушателей и глядачей. Знаете, секрет успех постоянно, как бы мне вот такой вопрос. Я скажу, в чем успех? Успех в том, что ты ладишься с окружением своим. Что твое окружение верит в тебя. И вера внутри была твердая. Вот она у меня твердая. Я вам скажу. У меня не было ни один момент, когда я сомневался в том, что что-то плохое случится. Говорят, что мысли материальные. Говорят. Но в этом есть правда. Да. Но я по-другому как бы скажу. Да, они материальные. Но я с верой. Знаете, чтобы все хорошо. Когда я выезжал. Я помню, когда закрылись наши рестораны в один день. Дали команду закрыть. Я ехал и смотрел в глаза наших генералов. Управляющих. Да. Которые держали бизнес. Я смотрю, как они отчаянны. Или хотят сочувствовать. Или вот так, как бы получилось. А у меня все внутри так спокойно, холодно. Говорят, все будет хорошо. Ну, и в самом деле все хорошо. Размер этот хорошо. Он понятен и достижимый. У кого как. Кто как думает. Потому что мы можем одну тарелку хомуса взад покушать десять человек. И нам будет приятно. И можем ставить весь стол с шашлыками. И никто не будет сыт. Все хорошо. Сыты внутри должен быть. И вера должна быть. Так, это правда. Я сьогодні, до речи, зранку. Это уже традиционно, когда у меня гість на программе. Я ставлю афишу, что сьогодні у меня будет такий-то, такий-то гість. И мои подписчики, возможно, и ваши подписчики поставили вам запитание. Им теж цікаво дизнаться про ваш бизнес. Я буду зачитывать, а вы будете мне швиденько ответить. Пожалуйста. Топ-5 ресторанов Киева. На вашу думку. З моих ресторанов. Не написали, з яких зачитаю. Топ-5 ресторанов Киева. Ну давайте. На вкус и свят товарища нет. Знаете, вот. У кого. Яки вы вважаете. Я лично люблю отдыхать. Чайханый базар на Печерске. Это самый топовый. А если брать не ваш ресторан, вы как ресторатор можете сказать там, какие топ-5 ресторанов Киева на вашу думку классные? Классные рестораны, которые в Киеве. Ну в самом деле сейчас вычислить нельзя, потому что вы меня спросили на каком уровне рестораны, украинские рестораны на рынке. Я вам скажу. Чайхана. Все. Идем далее. Есть много ресторанов классные. Но есть загородные рестораны. Мне нравятся разные. Как бы так. Так, наступное питание. Стоит ли сейчас входить в ресторанный бизнес? Нужно бауза. Нужно бауза. Если ты только начинаешь, то нужно бауза маленькая. А нам нельзя. Нам, световикам, нельзя. Окей. Какая средняя окупаемость ресторана? Зависит от концепта, от площади. Но я скажу полтора года. Восемнадцать месяцев. Ну тут наступное питание. Какие трудности внес карантин в ресторанный бизнес? Мы уже с вами говорили. На нашем уровне. Да. Грубо говоря, у нас 1-3, да. Не 1-3, а 1-3 закрылась. Вот так где-то. Да. Правда ли, что ресторанный сервис в Украине на высоком уровне? Да. Сейчас. Да. На высоком уровне. Я скажу, такие концептуальные рестораны открываются. Очень так. Угу. А яка минимальная сумма необходима, чтобы открыть власный кафе в Киеве? Ну скажите площадь, я вам скажу. Ну я вам скажу, на квадратный метр можно открывать на, грубо говоря, на 500 долларов квадратный метр можно открывать и выше. Можно ниже, но это не то будет. Думаю, да. Вот 500 долларов квадратный метр, я думаю, что можно реализовать. Хотя много рестораторов моих коллег сейчас со мной будут спорить за эту цифру. Да. Ну у нас просто больный цикл. У нас цехи, которые все делят. И мебель, и это самое, и вивиски, и рекламных материалов. Ого, круто. И мы их держали все время карантина. Угу. Да. Это не только открывать новые рестораны. Развитие в самих ресторанах, которые существуют. Всегда нужно обновление. Вот. Даже Луна, если мы смотрим, она каждый день обновляется во внешности. Мы должны обновляться. Вот поэтому сейчас очень много предложений на рынке. Но мы выбираем одну из лучших. Угу. Вот мы будем развиваться дальше. Новые концепции появятся. Те же наши концепции, они будут по-другому будут отданы нашим гостям. Вы говорите, что постоянно что-то будет новое. Это, я так понимаю, меню будет? Все полностью. Не только внешний вид. Ну, если мы говорим о ребрендинг, это отдельно. Если мы говорим о рестайлинг, это другой. Если мы говорим о внедрении новой концепции, это третье. Мы держим руку на пульс, мы видим, что потребно на сегодняшний день. И мы работаем. Понятно, что с 10 выстрелов хочется, чтобы 10 попалось. Но мы будем пробовать. У нас есть вера. Мы понимаем друг друга в команде. И мы будем пробовать. Мы не будем сдавать свои позиции однозначно. Я это советую каждому начинающему. Но надо аккуратно. В это время надо очень аккуратно. Даже много предложений. Знаете, много соблазнов сейчас. Но это правда. Благаю такой объект, такие цены. Ты думаешь, о, зашел и сделал. Но надо хорошо просто понимать. Сейчас все рестораны перейшли на доставку. И на початку программы вы сказали, что вы тоже перейшли. Чи все ваши рестораны перейшли на доставку, ежи? Мы берем доставку. Это мне небо души. Я вам честно говорю. Чему? Потому что я понимаю, что рестораны это атмосфера. Это беседа. Я вот на кухне посижу сейчас, слушаем люди. Ну не то. Не буду получать тот кайф, который должен быть. Мы продаем атмосферу. Мы дарим атмосферу, не продаем, а дарим ее. Как только на чем ее продавать, она будет назад идти. Я вам дякую за такую відкриту душевну розмову. Бажаю, щоб ваші ресторани, як то кажуть, з кожним роком розвивалися. Я вам бажаю, щоб вони у вас з кожним місяцем розвивалися. Щоб вони не закривалися, а лише збільшували. Тому що нам, киянам, дуже подобається знаходитися в ваших ресторанах. Нам дуже подобається ваша кухня. Я бажаю успіху і процвітання вам. Ну а наша программа вже підійшла до завершення. Я нагадаю, що гість моєї програми був Усама Кафа. Бізнесмен-ресторатор «Эль Кафа Групп». Я, Габріла Масанга, кажу вам чао і зустрінемось рівно за тиждень. Що суботи зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Що суботи кава з молоком з Габрілею Масангою. Слухай на радіо Київ 98FM. Дивись на ютуб-каналі «Київ.ФМ».